Вадим Красносельский принял чрезвычайного и полномоченного посла Российской Федерации Фарита Мухаммедшина и руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. Говорили о перспективах развития и включения приднестровского турпродукта в российскую сферу услуг. Говорили о единстве Приднестровья с Россией, яркой иллюстрацией которого стало прошедшее 4 ноября в Тирасполе многотысячное шествие. Такую массовость празднования значимой для россиян даты продемонстрировали только в Приднестровье, подчеркнул Вадим Красносельский. Президент обратил внимание на многонациональность Приднестровья и на уникальность нашей республики, сохранившей истинно молдавскую культуру, этнос и язык. И также бережно у нас относятся к истории России. Приднестровье уникальное тем, что мы сохранили, наверное, лучшее, то, что нам досталось от Советского Союза, может быть, даже от Российской империи. Это сплетение истории весьма здесь интересное. Вы все посетили, я знаю, наверное, комплекс, да. Крепость, наверное, тот показатель, как мы относимся к большой истории России. Олег Сафонов в Приднестровье впервые. Сегодня посетил несколько интересных с туристической точки зрения объектов. Среди них военно-исторический мемориальный комплекс и Бендерская крепость. Российский гость подчеркнул перспективность туристической сферы в Приднестровье. Исторические памятники, ощущение уюта, комфорта и безопасности. А также климат и кухня, которые способны привлечь потенциальных туристов. Есть река, это важный фактор для развития экотуризма. Еще один значимый сектор – санаторно-курортная деятельность. Особенно заинтересовали гостей качество и доступность услуг в Каменском санатории Днестр. Для туристов из Российской Федерации, к сожалению, очень мало информации о Приднестровье, о том, как люди живут. И нет турпродукта, который бы присутствовал на рынке Российской Федерации. И мне кажется, целью моего приезда сюда к вам является организация работы по созданию такого турпродукта. Вы сейчас сказали, и я считаю абсолютно правильно, о том, что нам нужно подготовить пакетные туры. Причем, по принципу, все включено. Наши люди очень любят такие пакетные туры покупать. При этом, те цифры и цены, которые вы назвали, ну, это просто какая-то фантастика. Причем, качественное питание и лечение, и лечебные факторы, о которых вы говорите, они являются очень интересными. Туры в Приднестровье, по мнению российского гостя, должны быть разнообразными. Олег Сафонов подчеркнул, что Ростуризм заинтересован в новых контактах и готов оказывать необходимую помощь. Вадим Красносельский, в свою очередь, пригласил представителей Ростуризма и туристического бизнеса посетить масштабный экономический форум, который пройдет в Москве в первых числах декабря. Там будут озвучены и проиллюстрированы приднестровские предложения, которые могут заинтересовать российских инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова